У жителей дома 98 по улице Физкультурной спортивный праздник. Веселые старты для детей разного возраста и футбольный матч устроили в честь открытия новой дворовой территории. Ее благоустроили по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь у нас были благоустроены внутриквартальные проезды, тротуары, а также построены детская и спортивная площадки. И здесь была интересная история. У нас футбольное поле уже на протяжении нескольких лет, абсолютно новое, было в немножко заброшенном состоянии по причине того, что не могли найти общественного тренера. Мы нашли социально ориентированный бизнес, который у нас изъявил желание восстановить эту площадку, и нашли общественного тренера, который тренирует детишек регулярно три раза в неделю, ведет секции по футболу. В итоге в одном дворе получилось две спортивные площадки. Одну реанимировали, и теперь благодаря тренеру по месту жительства дети приобщаются к физкультуре и спорту, а другую для воркаута построили в этом году. По словам местных жителей, она пользуется большой популярностью, подростки упражняются здесь целыми днями. Все это стало возможным благодаря активности жителей, которые собрали инициативную группу и подали заявку на участие в федеральной программе. Площадки, можно сказать, совсем не было. Сейчас, конечно, у нас и красиво, и детки у нас здесь уже занимаются. У меня ребенку 13 лет, и он очень рад. И он вообще домой, грубо говоря, сейчас лето, он домой вообще не заходит. То есть уходит где-то в часов, ну, наверное, в 10, как просыпается, и приходит, когда мы приходим домой, часов в 6. То есть он постоянно не на площадке, когда тренировка тренируется. Здорово. Напомним, что благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в работе губернатора Дмитрия Азарова. Только в промышленном районе Самары в этом году по программе формирования комфортной городской среды благоустроили 6 дворов, по губернаторскому проекту «Содействие 3 двора» и по программе «Народная инициатива 10 дворовых территорий». Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.